В Тверской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным регионального Роспотребнадзора, на 6 декабря зарегистрировано более 10 тысяч заболевших жителей Верхневолжья. Среди них в том числе и дети. Но вместе с тем, пока эпидемиологическая обстановка остается стабильной, чтобы порог заболеваемости не превысился, необходимо соблюдать меры профилактики. Ведь новые штаммы инфекционных заболеваний оставляют серьезные последствия. Об этом рассказывает Валерия Фомина. Конец ноября, начало декабря традиционно время всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заболевают и взрослые, и дети. Зачастую целыми семьями. Так и семья Серовых из Твери. Взрослые вроде перенесли легче, а 13-летний школьник Матвей на больничном уже почти две недели, рассказывает мама Татьяна. Ходят на тренировки в школу, поэтому в транспорте есть общественном. У нас все болеют, и бабушки болеют, и дедушка. Общественный транспорт, постоянные контакты со сверстниками. Не мудрено, что ребенок может принести с очередных занятий вот такой вот неприятный сюрприз. Причем сразу для всей семьи. Кашель, сопли и температура небольшая. Около 37 стабильно. Долго держалась? Да, около недели-полторы. Казалось бы, банальное ОРВИ, но переносится тяжело. Как правило, течение болезни зависит от иммунитета человека. Есть детки, которые переносят очень легко, то есть температура там невысокая, интоксикация слабая. А есть даже взрослые дети, которые очень тяжело болеют. То есть интоксикация выраженная, температура высокая, держится очень долго. В этом сезоне население под атакой и ОРВИ, и гриппа, и коронавируса. Встречается он даже у детей, рассказывает врач Марина Бурдинская. Безусловно, на сегодняшний день тяжелее всех переносится все же грипп. Легкое течение гриппа практически не встречается. Это высокая температура, плохо поддающаяся снижению. И выражены другие признаки интоксикации. Головная боль, боль в глазах, мышечные боли, боль в области придыхания, кашель, насморк, боль в горле. То есть очень разнообразная симптоматика. Но лидирующей симптомой является высокий подъем температуры, плохо поддающийся снижению. Лучшая защита от сезонных инфекций – это вакцинация, говорит врач. Ну а тем, кто не успел, нужно придерживаться правил. Во-первых, грипп очень заразен. И заразность его спадает лишь к пятому-седьмому дню. Поэтому больному не место в коллективе. Во-вторых, ношение масок в общественных местах. В-третьих, гигиена рук. А школьникам врачи рекомендуют обрабатывать не только руки, но и принадлежности антисептикам. Но лучше всего пройти вакцинацию до начала эпидезона, что снизит риски и заражения, и осложнений. В этом году привелись от гриппа свыше 300 тысяч жителей региона. И треть из них – дети. Субтитры создавал DimaTorzok